Дорогие коллеги! Экс-руководителя Европейской поведенческо-когнитивной ассоциации и члена команды Академии когнитивной терапии, один из сооснователей Академии. Прошу, пожалуйста, дорогой Мехмед. Доброе утро! Я хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня сюда, хоть у меня уже и меньше времени, чем хотелось бы, потому что многим хочется поделиться. Хотелось бы поблагодарить Дмитрия, Алису и меня, переводчика. Но это всегда, что большинство благодарности идет к зрителям, потому что зрителям они самые важные люди. Они употребляют их время, их денег, и они употребляют их усилия, чтобы учиться и учиться к остальным людям, чтобы воспринимать все эти люди. Я не знаю, если вы их называете пациентами, или если вы их называете клиентами, но это не важно. Я думаю, что мы в этом месте, чтобы служить других людей. И главная благодарность все равно уходит аудитории, потому что вы те люди, которые тратят свое время, деньги, усилия на то, чтобы учиться и учить людей, с которыми вы будете дальше этим делиться. И, конечно, есть вопросы лицензии, но не нужна лицензия для того, чтобы по-настоящему прикоснуться к душе другого человека. И, конечно, мы делаем нашу работу после закрытых дверей, и когда двери закрыты, это то, что мы называем терапию. Иногда это терапия, иногда это фейк-терапия, иногда это реальная терапия, но мы думаем, что это реальная терапия. И, конечно, большая часть нашей работы происходит за закрытыми дверями. Именно то, что происходит за закрытыми дверями, мы называем терапией. И есть разница между просто терапией и настоящей терапией. И особенно в таких сложных темах, как, например, секс, очень важно удостовериться, что та работа, которую мы проводим, она действительно этична. И очень важно, когда мы говорим о лицензии на то, чтобы дотрагиваться до души, других людей, очень важно тогда понимать, что именно мы делаем, чтобы наша работа была качественной, и чтобы мы соблюдали те нормы, которым мы здесь учимся. Первое, что мы здесь делаем, это поговорим не просто о диагностических критериях, но поговорим о том, почему в диагностическом, статистическом руководстве ДСМ 5-го издания были проведены некоторые изменения. И первое, на что хочу обратить ваше внимание, что ДСМ 5 обозначается цифрой 5, не римской. И если вы помните, предыдущие все издания ДСМ обозначались римскими цифрами, и теперь это не так. Кто-нибудь знает почему? Есть ли у вас какие-то идеи? Есть ли у вас какие-то идеи? Так почему же В сменили на 5? Не боялся об этом? Есть ли у вас кто-нибудь политически correct? Я не знаю, что это политически, но я думаю, что идея является, чтобы сделать это пользовательским. Итак, когда я видел это, все начинает с куриозди. Я думаю, и потом вы продолжите, и вы учите, и вы учите, и вы учите, и вы учите. И потом, знаете, куриозди никогда не остановится. Это зависит от того, как куриозди у вас. Это куриозди, который убивает котов, или это куриозди? И все упирается в вопрос любопытства. Именно любопытство заставляет нас учиться, и учиться, и учиться. И очень важно понимать, какое именно любопытство мы преследуем. То, которое может быть опасным, и из-за которого Варваре нос оторвали. Давайте начнем. Я сделаю это кратко. И я сделаю это кратко, потому что это не было моего intention, когда я начинал это. Но когда я видел 5, я подумал, что я должен поговорить об этом за минуту. У меня изначально не было намерения этому уделять столько внимания, но сейчас, мне кажется, важным это отметить. Вы видите, что здесь на слайде указаны цифры 5. И одна из причин, по которой это произошло, это потому что нам надо настраиваться на мир новых технологий, и должно быть что-то, что удобно использовать в мобильных приложениях, например. И с этой точки зрения для нас цифра 5 удобнее. И многое меняется в современной жизни, и одна из тех вещей, которые поменяются в ближайшее время, это название видов терапии. И вы помните, что, может быть, вы помните, раньше названия терапии менялись. Раньше термин был клиента-центрированной терапии. Конечно же, приходится концентрироваться на клиенте. На чем же еще можно концентрироваться? Можно называть терапию гуманистической, но какая же еще она может быть? Неужели терапия может быть негуманистической? Мы называем терапию, сфокусированной на схемах, схемы терапии. Но на чем же еще мы можем фокусироваться, если мы работаем с чем-то глубинным? И, конечно же, названия будут меняться, и сам термин когнитивно-поведенческая терапия сейчас теряет свою специфичность. И чтобы меня сейчас правильно поняли, важно понимать, что в будущем ведущая терапия будет такая, которая исследует природу человеческих перемен. И, возможно, в ведущей терапии будет такая терапия, у которой вообще не будет названия, но суть ее будет именно в исследовании процессов человеческих изменений, и во многом здесь мы опираемся на эволюционные процессы. До сегодняшнего момента я принимал участие в восьми международных конференциях. И я вижу, что от раза к разу люди дают новые названия одним и тем же вещам, как будто новую этикетку приклеивают на ту же самую бутылку. И иногда люди делают то же самое, называют это по-другому, а иногда делают уже что-то совершенно другое, а называют это старыми названиями, как будто бы придерживаются той самой традиции. Для того, чтобы наука могла эволюционировать, нам нужен общий язык. И если у нас есть общий язык, есть конкретные термины, к которым мы можем обращаться, независимо от того, в Америке мы в России, в Турции или в Африке. Представим себе, что кто-то проходит лечение, и статистика выздоровления составляет 65, 70, даже 80%. А потом другой человек делает то же самое, использует тот же вид лечения, но у него получается, например, только 50% статистика выздоровления. И это интересно, кто-то один это сделал, и у него получился результат 80%, а кто-то другой сделал то же самое с результатом 50%. Что-то здесь должно быть не так. Может быть, то, что они делают, называется одинаково, но содержание на самом деле разное. Именно поэтому мы все с вами пишем книгу, которая займет всю жизнь. Наверное, написание ее займет даже больше в человеческой жизни. И эта книга будет называться «Общий язык психотерапии». Чтобы мы могли использовать одни и те же термины для одних и тех же типов людей. Чтобы одни и те же процедуры не назывались разными именами. Таким образом, давайте возвращаемся к этой идее. Почему это просто начнем для вас. Я могу вам отправить название, если вы хотите, для этого «Общий язык психотерапии». И каждый из вас, кто, наверное, представляете различные области, может, действительно, поставить одну иллюстрацию или драфт о технике, которую вы хотите отправить. Потому что в будущем, что я верю, то, что я вам могу предложить, сделать, есть уже сайт, посвященный этому общему языку психотерапии. И каждый из вас может зайти на этот сайт и предложить туда выложить пример техники, инструмента, с которым вы уже хорошо знакомы. Они будут приводить к тому же книгу, как если они приводят к тому же медицинам. Потому что, помните, в медицинаме, когда вы называете алпросилам, алпросилам – алпросилам – алпросилам. ССРИs – СССР. Но когда вы говорите «экспособа», вы сделаете «экспособа» терапию differently, она делает «экспособа» терапию differently, поэтому это не так, что не имеет. Поэтому, когда люди используются такие слов, они должны приводить к тому книгу, и в этом книге, например, когда дело касается медикаментов, есть определенное руководство, на которое можно сослаться, и мы тогда точно знаем, что именно это лекарство соответствует именно такому действию, есть конкретная инструкция. Когда мы говорим о терапевтических инструментах, когда один человек проводит экспозицию и другой проводит экспозицию, это может выглядеть совершенно по-разному, поэтому должен быть тот источник, на который можно будет сослаться, и на этом сайте может быть конкретное описание кейса и процедур, которые соответствуют именно такой интервенции. И это, конечно же, помогает психологии эволюционировать, становиться наукой. И именно тогда это становится наукой, потому что иначе люди проводят разные процедуры, называя их одинаково, или разные процедуры, которые, по сути, являются одним и тем же. И вернусь к тому, что мне кажется универсальным или практически универсальным, это серия диагностических статистических руководств DSM. И для начала я хотел бы спросить у вас, может быть, сейчас можете поднять руки те из вас, кто работает с какого-либо рода сексуальными расстройствами. Люди сексом в России не занимаются. А женщины тоже не занимаются. Получайте удовольствие. Вы только начали. Сначала надо изучить, а потом уже... Всегда экспериментальное практическое обучение лучше теоретического. Все, что я показываю в этой презентации, все было опубликовано в журнале, который называется журнал сексуального лечения. Вы можете найти этот журнал или вы можете связаться со мной, я могу вам прислать. И когда мы говорим о диагностических критериях, есть вещи, которые кажутся наиболее универсальными для того, чтобы можно было поставить определенный диагноз. И то, что касается определений и диагностических критериев, является главной мишенью для дальнейшей работы. И это то, что чаще всего ставят под сомнение, и это то, что надо ставить под сомнение. Let me just remind you that in the past sexual disorders were kind of diagnosed such as interest desire problems, desire problems, orgasm problems and sexual pain. In the past, the DSM or sexual disorders in general were defined as problems in desire and then arousal disorders проблемы возбуждения проблемы с оргазмом и что-то, что называлось сексуальной болью. So, we had the same kind of successive stages of a completed sex circle which consists of interest, desire and orgasm. Now everything has changed. И было понимание, что есть конкретный цикл, состоящий из интереса, желания и оргазма, и теперь это понимание совершенно поменялось. This was initially defined by Masters and Johnson and then later on somebody called Kaplan made a little difference in it because Masters and Johnson did not define sexual desire disorders. Masters and Johnson не дали определения желанию, поэтому Kaplan внес некоторые изменения в эту модель. So, the research showed when Masters and Johnson published their work, it showed a very, very brilliant kind of outcome because it was done by two separate people by a female and a male therapist and every time couples came in to get the treatment. Была женщина-терапевт и мужчина-терапевт, и каждый раз, когда пара приходила к ним на терапию, в этом исследовании принимали участие, отбирались только пары. И мы знаем прекрасно, что есть огромное количество миллионов людей, у которых нет партнера, и именно эти люди наиболее сложны в лечении. В то время исследовались проблемы желания и оргазма, а проблемы заинтересованности вообще оставались без внимания. И сегодня мы знаем, что прогноз результата лечения всегда лучше, если на терапию изначально приходит пара. И, конечно же, проблемы заинтересованности гораздо сложнее лечить. И при проведении тех исследований были очень жесткие критерии отбора испытуемых, и мы знаем, что когда мы очень четко отбираем испытуемых, это приводит к гораздо более желаемым результатам. После Мастерса и Джонсона никто не смог повторить тех результатов, которых они достигли в своем исследовании. Кроме меня. Хорошо. Здесь приходит первая вопрос. Что делает сексуальный проблемой сексуальный диск? Когда люди приходят к тебе, они имеют проблемы, как эректарная дисфункция, they have problems like premature ejaculation, they have problems like delayed ejaculation, but are they really sexual disorders? Or are they only sexual problems? Первый вопрос, который стоит задать, это когда же сексуальные проблемы становятся сексуальным расстройством. Например, приходят люди с такими проблемами, как эректильная дисфункция или преждевременная эрекуляция. Когда же это просто сексуальная проблема, а когда же это уже расстройство? И эти проблемы, они могут быть просто вариантами нормы устройства сексуального ответа, и под ними может не крыться никакой патологии. И мы все сталкиваемся с подобными проблемами на короткое время, и это совершенно нормально. Когда же эти проблемы превращаются в расстройство? И также эти симптомы, когда их рассматривают как симптомы, могут быть характерны для разных других медицинских заболеваний, таких как диабет, например. А могут они возникать как следствие проблем в отношениях брака. Представьте себе, что пара в браке постоянно ссорится, постоянно ругается по поводу каждой мелочи, и в течение дня такое настроение в паре происходит. Потом вечером они ожидают, что секс их должен быть идеальным, и это невозможно. Прежде чем вышло ДСМ пятого издания, считалось, что любые сексуальные расстройства рассматривались в отдельности от отношений в браке. Но сегодня мы уже не можем называть это сексуальными проблемами, и мы называем это проблемами в отношениях. Но есть разные причины. Представьте, что, например, один из партнеров страдает сексуальным расстройством. И для того, чтобы эта пара смогла выжить, чтобы эти отношения смогли сложиться, с течением времени у другого партнера тоже должно развиться сексуальное расстройство. В противном случае такие отношения не смогут продлиться долго. И у меня была одна пара, в которой женщина 37 лет страдала сексуальным расстройством. Есть ли в вашей практике примеры пар, которые более 30 лет справляются с какими-нибудь расстройствами? Вагинизм, знаете ли вы такое слово, это вот как раз то, чем женщина страдала в этих отношениях. Происходит спазм мышц, при которых становится невозможна пенетрация. И, конечно же, из-за того, что женщина страдала таким расстройством, было невозможно интимные отношения. И эта пара жила в таком состоянии 37 лет. Для того, чтобы 37 лет выживать в отношениях, с такой проблемой, отношения должны быть идеальными. Другие аспекты брака должны быть идеальными, иначе ни одна бы пара не выжила такого. Когда появляются такие случаи, в практике есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что если вы лечите пару, в которой один из партнеров столкнулся с вагинизмом и борется с этим 37 лет, лечить эту пару можно так же, как если бы эта проблема существовала только 37 дней. Проблема, плохая новость в том, что если вы не знаете, как именно их лечить, как дотронуться до них, то лечение займет еще 37 лет. Конечно же, нет здесь легких путей, не бывает так, что вы проснулись на утро, и вот вагинизма нет. Это плохая новость, но есть и идеальная новость. Есть действительно хорошая новость в том, что на свете есть такие мужчины, такие несколько хороших мужчин, которые способны выдержать в отношениях с такой проблемой 37 лет. Мы их называем несколько хороших людей. То есть вагинизм и другие подобные проблемы, мы нужны, когда женщина ухаживает вагинизм, конечно, чтобы с этим выдержать, как время идет, когда муж или партнер, партнер, начинает возникать какие-то проблемы, как сочетательный интерес, как сочетательный дисфункцион, для адаптивных причин, потому что в том, чтобы с этим выдержать, вы должны иметь какие-то проблемы. Если вы просите секс каждый день, и ваша женщина говорит, что нет, то это будет важный проблем для дискуссии. То есть, что происходит, что через время, для адаптивных причин, мужский партнер тоже начинает страдать от нести сексуального желания, от эректильной дисфункции, и так далее. Естественно, в таких отношениях с адаптивной точки зрения второй партнер тоже рано или поздно разовьет у себя расстройства, такие как снижение сексуального интереса или эректильная дисфункция, потому что иначе, если каждый день просишь секса, и каждый день жена отвечает нет, это все равно приводит к проблемам. Именно поэтому нам нужно очень четкое определение того, как же отличать проблемы от расстройств. Давайте добавим чуточку интерактива. Как вам кажется, что превращает сексуальную проблему в сексуальное расстройство? Правильно, совершенно верно. В ДСМ мы это называем устойчивость и чистота повторений. Но если указано, что это устойчивое и повторяющееся, что же это значит, черт возьми? Если к вам приходит парень и говорит, что со мной такая проблема уже неделю, назовете ли вы это устойчивым расстройством? Продолжение следует... Probably the other moment is that the partner should be not satisfied with this. Well, that's a good part, but that's not the right answer because this has also changed in the DСМ-5, totally changed. In the past, the other partner's opinion was accepted. In the DСМ-5, that is not included in the criteria because we don't want to diagnose people from their partner's point of view. Это очень хорошее замечание, но неправильный ответ, потому что именно в DСМ-5 мнение партнера больше не учитывается. В предыдущих версиях действительно был такой параметр, но теперь очень важно не ставить диагноз на основе мнения партнера. Представьте себе, что у вас нет эректильной дисфункции, а при этом ваша партнерша будет говорить, что нет, меня не устраивает, вот с ним явно что-то не так. Буду ли я все равно вас диагностировать именно так? Поэтому когда действительно начинаешь думать об этом, оказывается, что все не так просто. Это то, что мы называем первичными и вторичными, но в обоих случаях мы говорим о проблемах. Первый случай, который вы описываете, что если всегда было плохо, мы это называем первичной сексуальной дисфункцией с первого же в жизни сексуального опыта. Если все было хорошо, а потом стало плохо, то это называется вторичной сексуальной дисфункцией. Когда вы не знаете преимущество, потому что если вы не имеете определенные диагностические критерии, то очень сложно понять преимущества в коммунистах. очень сложно, если нет четких диагностических критериев, выявить чистоту распространенности той или иной проблемы и расстройства в обществе. и преимущества в коммунистах очень важны, потому что они показывают государство, чтобы обеспечить с здоровыми политиками. действительно очень важно учитывать параметры распространенности в обществе, потому что если мы представим себе, что в той или иной стране или в заобществе есть какая-то наиболее распространенная проблема, то, естественно, мы ожидаем, что государство тогда уделит часть бюджета тому, чтобы работать именно с этой проблемой. Если диагностические критерии недостаточно четкие, то исследование больше ненадежно. И раньше, например, частота распространенности преждевременной эвакуации, когда ее пытались измерять, данные варьировались от 3% до 43%. И когда вы думаете о таком разбросе от 3 до 43%, важно учитывать две вещи. Во-первых, это что диагностические критерии недостаточно надежные или что способы измерения ненадежные. Именно поэтому нам нужны более четкие определения. Almost all DSM-5 критерия based definitions of sexual disorders on expert opinions which was not supported by randomized control studies. All DSM-5 classifications until DSM-5 based definitions on expert opinions. So actually there was not enough data that comes from research. They asked our opinions all around the world. We made a committee and then we made we gave our decisions. We based our decisions on our observations rather than research data. В прошлом все данные DSM предыдущих изданий базировались на экспертном мнении и вы представляете себе что куда бы мы ни приезжали в какой бы стране мы не пытались это применять мы все равно предлагали свое мнение свои наблюдения а не достоверные данные исследований. И когда мы используем такие термины как повторяющиеся или устойчивые как раз то что коллега упомянул short, rapid just to give you an example the definition for erectile dysfunction is persistent and recurrent difficulties in obtaining and maintaining erections. И например когда мы используем термины короткий или быстрый например если мы говорим об определении эректильной дисфункции то определение состоит в том что это длительная или повторяющаяся невозможность поддержания эрекции. Но что тогда мы понимаем под устойчивостью и повторением? или например другое определение что преждевременная эрекуляция это та которая происходит в скором времени после начала полового акта или иногда пишут очень быстро сразу после начала а что такое быстро очень быстро сразу или совсем сразу чтобы сделать это еще более конкретным приземленным представим себе что к вам в работу приходит клиент а вы терапевт мужчина и пациент говорит вам доктор я страдаю от преждевременной эрекуляции и вы спрашиваете сколько времени занимает от момента митрации до эрекуляции он говорит 8 минут и вы поворачиваетесь к нему и говорите а как насчет прелюдии есть ли у вас какая-то прелюдия он говорит да и вы его спрашиваете как долго длится эта прелюдия он говорит 35 минут что тогда делает мужчина-врач и тогда такой врач закрывает свой кабинет и сам идет лечиться и очень важно тогда действительно иметь эти четкие данные чтобы иметь возможность оценить как раз это время между началом пенетрации и моментом эрекуляции чтобы знать на что опираться при диагностике и теперь я думаю вы уже понимаете почему же статистика распространенности в обществе может варьироваться от 3 до 43% и поэтому когда например вы говорите о группе населения с преждевременной эрекуляцией то вы туда включаете людей у которых это занимает три минуты и тех у кого это занимает одну минуту и тех у которых это занимает восемь минут и это не гомогенная выборка и в этом как раз и суть ДСМ-5 в том чтобы настолько четко сформулировать все критерии в том числе например время которое происходит между пенетрацией и эрекуляцией чтобы точно определять диагноз и группу пациентов поэтому и то определение которое сейчас точно принято это что эрекуляция которая происходит в течение одной минуты после пенетрации это является важным параметром для того чтобы поставить диагноз преждевременной эрекуляции знаете почему именно была выбрана одна минута а не две минуты потому что именно такой такая разделительная грань в одну минуту именно это было характерно для 90% людей которые пришли на лечение разделительная грань в две минуты именно в такую категорию попадало 100% людей которые пришли на лечение в те или иные организации которые занимаются сексуальными проблемами поэтому когда был установлен вот этот это рамка в одну две минуты то как раз статистика распространенности в обществу упала до трех процентов а до этого нам доходило до 43 именно поэтому нам нужны четкие определения иначе будет хаос конечно же если если к вам приходит на лечение человек который говорит что для него преждевременная эвакуляция это та которая занимает три минуты вы ему не говорите ну знаете по dsm-5 вы тут не попадаете в нужные категории идите домой конечно же никогда такого мы никому не говорим но такие определения нужны для исследовательских целей для научных целей был вопрос это очень хороший вопрос кто стоял с таймером над головой конечно же это должна была быть женщина если бы мужчина стоял с таймером то данные были бы недостоверными и действительно стояла женщина с секундомером действительно замеряла время и когда вы себе представляете такую ситуацию она выглядит очень искусственно и понятное дело но Ну, то есть, сама участница полового акта с секундомером, мы ее спрашивали потом, насколько это повлияло на уровень неудовлетворенности, насколько это искажало действительно опыт получаемый, и оказывается, что это не сильно влияет на процесс, не делает его искусственным, и женщины отмечают, что, ну, мне же просто надо было на кнопочку нажать, это ничем сильно не отличалось. И тогда вы точно знаете то, что отличает проблему от расстройства. Первый параметр — это длительность, второе — это тяжесть. Длительность заболевания должна быть не меньше шести месяцев. А тяжесть расстройства подразумевает, что такие проблемы должны возникать не реже, чем в 75% половых актов. Термины больше не смутные. Длительность — шесть месяцев, частота — 75%. И есть конкретные данные о длительности, так как то, что мы говорили про преждевременную экуляцию для других параметров тоже. И тогда мы больше не используем термины «быстро», «сразу», «очень быстро». У нас есть конкретные определения, с которыми мы можем проводить исследования в любых странах, и данные не будут искажены. Другой важный проблем, который начался, что некоторые люди, которые, скажем, в группе, но в основном феминистские. Окей, эти девушки в группе, они были более феминистские, чем другие, что понимаем. И при формулировании этих критериев, естественно, были в группах женщины, которые настроены чуть более феминистски, чем другие, и для них возникал вопрос. Здесь для мужчин и женщин одинаковые критерии. Действительно ли женщины должны в идеале соблюдать те же нормы, что и мужчины? И именно поэтому в DSM-5 было обозначено, что сексуальная реакция у представителей разных полов примерно оценивается одинаковыми. Так было до DSM-5, и это базировалось на стадиях интереса, желания и возбуждения. И для завершения полноценного цикла полового акта нужно сначала желание, интерес, затем это возбуждение, которое у мужчин выражается в эрекции, у женщин, скорее всего, в лубрикации, и, соответственно, заканчивается все оргазмом. И такую классификацию критиковали за то, что в ней уходит на задний план сложность на самом деле тех процессов, которые происходят. И действительно, эти процессы могут совершенно по-разному складываться для каждого отдельного человека и для представителей конкретной гендерной группы. Именно поэтому произошло кардинальное изменение парадигмы. И женщины заявили, нас не нужно возбуждать так же, как вас. Как вы думаете, у женщин и у мужчин паттерны возбуждения одни и те же или могут быть разными? А в чем разница? А какая разница между... Для обоих полов подходят модели психосоматики и соматерсии. Мы не можем быть врачей, мы также инфекции психологические или соматические вещи, которые нас инфекции, как они инфекции женщин. А также и на мужчин, и на женщин психические процессы влияют и меняют состояние. Я сейчас задаю вам эти вопросы для того, чтобы вы смогли больше узнать об этом. Я очень ценю знания и мне совершенно не нужно, чтобы вы ушли отсюда с какой-то сухой информацией. Я учу людей когнитивно-поведенческой терапии уже 25 лет. И для меня определение когнитивной терапии в том, что это возможность позволить людям увидеть то, что кажется бессмысленным. Или предоставление другой точки зрения, предоставление гибкости. В этом смысле, когда мы говорим к сексуальных дисоретам, представьте, что мужики начнут с интереса, и с интереса это означает, что вы начали... Вы знаете, эти дефиниции в прошлом, которые использовали сексуальный интерес, как спонтанную, скажем, думать, спонтанную фотографию, спонтанную фантазию о сексе. И с этой точки зрения, если мы говорим про мужское возбуждение, то интерес будет заключаться в том, что появляются спонтанные мысли, спонтанные образы, чувства. И уже после этого наступает непосредственное физиологическое возбуждение, которое выражается в эрекции. И если мы говорим о каком-то завершенном акте сексуальных отношений, то тогда происходит пенетрация и эякуляция. Никто до конца не знает, оргазм и эякуляция являются ли это одним и тем же. Иногда эякуляция происходит без оргазма, иногда оргазм без эякуляции. Возвращаясь к женщинам, женщины начали говорить, нам не нужно быть такими же, как вы. Нам не нужно начинать со спонтанных мыслей и образов. Иногда секс начинается внезапно. И мы, например, можем заниматься сексом по каким-то несексуальным причинам. Потому что женщины на протяжении истории человечества и сегодня по-прежнему занимаются сексом по несексуальным причинам. Например, для того, чтобы поддерживать близость в отношениях. Или для того, чтобы поддерживать те отношения, которые необходимо продолжать. Или, например, потому что просто не могут сказать «нет» своему партнеру. И вот они эти несексуальные причины. И, может быть, женщины именно поэтому стали думать, что секс не начинается со спонтанного интереса. И что само понятие интереса должно быть переформулировано. Никто не знает, что такое спонтанно. Есть эти внутренние содержания, есть эти мысли и образы, которые скрыты от нас, и мы их называем спонтанными. Например, если есть какое-то внешнее событие, то мы можем его отследить, заметить. Если есть какой-то внутренний триггер, то мы никогда не знаем, что именно там произошло, и мы называем это спонтанным. И мы тогда начали думать, что если действительно иногда, когда может секс начинаться по несексуальным причинам, то может быть нарушена последовательность, может быть, не возбуждение следует за интересом, а наоборот, уже после возбуждения рождается в процессе интерес. Это как оперантное обуславливание. Частота поведения определяется его последствиями. Если секс начинается при полном отсутствии возбуждения, но к концу акта женщина чувствует удовлетворенность и удовольствие, вероятность того, что женщина снова захочет этого, повышается. Поэтому даже если начинается все с несексуальных причин, то если исход оказывается стоящим, то начнется этот взаимно подкрепляющий процесс. Называется это ответным возбуждением, и очень важно понять, что же именно под этим понимается. И вместо вот этой линейной последовательности, которая была принята раньше, где интерес возбуждения, оргазм, теперь рассматривается это скорее как круговой процесс, в котором возбуждение может быть до появления интереса. Мужская и женская сексуальность рассматриваются по-разному, и разные определения для нее предлагаются. И возвращаясь к тому, как это было раньше, в четвертом издании ДСМ первый диагностический критерий заключался в том, что каково же определение сексуального расстройства как такового. И была категория Б как диагностический критерий, в котором было указано заметный дистресс или трудности в межличностных отношениях. Один из коллег здесь говорил, что мнение партнера важно. И теперь этот пункт межличностных сложностей был изменен. И критерий Б в новом издании больше не включает межличностных трудностей. Чтобы не ставить диагнозов на основе мнения другого человека, мнения партнера. Есть хорошая наука и плохая наука. Исключение партнера из диагностических критерий вполне понятно с точки зрения свободы. Вы не хотите, чтобы вас диагностировала ваша жена или ваш партнер. Но сексуальные отношения подразумевают, что хотя бы два человека в этом участвуют. Поэтому это исключение второго человека из определения это сложный момент, который потребует дальнейшего развития и дискуссии. И одна из причин была в том, чтобы как раз не подвергать партнера, не вовлекать партнера в процесс диагностических диагностики. Еще одна проблема заключилась в том, чтобы рассматривать в принципе термин дистресса партнера. А вторая проблема в том, что люди, которые страдают сексуальными расстройствами, часто у них вообще нет партнера. So what happened was, the A criteria still exists, the B criteria added six months and 75% of the relationship. Remember, the A criteria defines the disorder, which is it's persistent and recurrent in the past. Now we say it has to last for six months, and it has to happen in 75% of all of the relationships. That's the A criteria. Criteria A раньше подразумевала, что расстройство длительное и повторяющиеся. Теперь более четкая формулировка, что длительность больше шести месяцев, и частота 75%. In DSM-5, this interpersonal difficulty was the B criteria, but now we deleted the interpersonal difficulty, and we called it significant distress, which is the C criteria. И был критерий B, в котором был пункт про межличностные сложности, и вместо него теперь критерий C, в котором указан значительный дистресс. Первое важное изменение, о котором необходимо сказать, когда мы говорим о DSM-5, это что теперь диагностическая классификация отдельно существует для мужчин и для женщин. Second, in the past, in DSM, past DSMs, there was something called sexual aversion disorder, which is now deleted, it doesn't exist anymore. Not because people who don't like sex exists, but it's so rare, and also it can be included in a different name. И еще в старых изданиях был такой пункт, как сексуальная аверсия, теперь такое расстройство вообще исключено, потому что совершенно иначе рассматривается ситуация, когда люди не заинтересованы в сексуальных отношениях. И в предыдущих изданиях, в четвертом доработанном издании DSM был пункт, женское расстройство и сексуальное возбуждение, оно базировалось именно на физиологических критериях. То есть, когда мы говорили о таком расстройстве, всегда имелось в виду именно дисфункция гениталий. Я видел это. Это четвертый раз, когда я видел это. Хотя я вижу, что старый, я не виноват. Спасибо. Окей, не виноват. Это... Это... Я понимаю уже, что сейчас по вашей реакции сексуальные расстройства не очень распространены в России, но для того, чтобы просто у вас сложилась более яркая и более четкая картина, давайте проясним. У нас есть некое устройство, которое надевается на пенис, которое измеряет степень возбуждения. И мужчинам показывают слайды, которые имеют некое эротическое содержание. И мужчинам спрашивают, вы возбудились? И они говорят, да, я очень возбудился. А вы смотрите на данные этого устройства, и действительно возбуждение физиологическое также возросло. И есть корреляция между субъективными отчетами и объективными измерениями. То есть, да, действительно, есть этот субъективный самоотчет, когда человек говорит о своем возбуждении, и есть данные устройства, которые действительно показывают выраженность эрекции. Но когда женщины следуют в таких же лабораторных условиях, им показывают слайды, и спрашивают, насколько вы возбуждены, она говорит, очень сильно. И есть, опять же, специальные устройства, которые измеряют физиологическое женское возбуждение, которое показывает степень секреции и лубригации. И в прямой перелации нет. И у женщин никакой корреляции нет. Иногда субъективно они отмечают возбуждение, а объективные данные этого не показывают, или наоборот, может начаться секреция, а возбуждение субъективного не отмечается. С мужчинами все просто. Прямая корреляция. Говорить, что возбужден, значит, действительно возбужден. У женщин может быть все наоборот. Она может говорить об этом, а на самом деле такого не будет, и наоборот. И мы стали думать, может быть, вот этот пункт про женское расстройство сексуального возбуждения, может быть, мы под ним понимаем что-то неправильное. И мы думали, что может быть, нет настоящего раздражения между сексуальным желанием и сексуальным возбуждением есть очень большое пересечение между симптомами, связанными с желанием и возбуждением. Потому что реакция гениталии относится не только к женщинам, это просто вопрос половых органов. Факт того, что низкое сексуальное возбуждение часто существует совместно с жалобами на снижение левида. Очень часто есть эта коморбидность. И если вы предлагаете лечение, которое направлено только на один из этих аспектов, когда вы измеряете, например, уровень гормона тестостерона, и повышаете его содержание, то вы не только желание повышаете, но и возбуждение. И тогда стало понятно, что, может быть, нет такого четкого разделения с точки зрения именно женской сексуальности. И тогда появился термин, как расстройство женского сексуального интереса и возбуждение. К моему сожалению, я вынуждена вмешаться, потому что у нас заканчивается, к сожалению, время этого выступления. Также линейка Мехмеда Сунгура продолжится в соседнем зале, и нам очень важно выделить время для вопросов, прежде чем все коллеги... Я могу закончить где-то, где вы любите, но моя идея, чтобы вы показать еще один слайд. Я буду отдохнуть с моим собственным работодателем, потому что без этого это не означает ничего. Я сейчас покажу вам единственный последний слайд, без которого мой дальнейший мастер-класс будет не иметь никакого смысла. В вагинизм и диспарония. Вы знаете, вагинизм, я просто говорил, и диспарония, что означает болезненные сексуальные взаимодействия. И определение строилось на том, что было понимание того, что вагинизм — это сокращение спазма мышц. И было определение, согласно которому этот спазм мышц мешает половому акту. Из-за того, что мышцы сокращены, невозможно совершить половой акт. Но это было глупое определение. И определение было глупым, потому что считалось, что именно вагина является причиной этой проблемы. Сокращение в мышцах, но тревога — это все равно в уме. И тогда спазм сокращения мышц — это только результат. Сокращение в мышцах из-за того, что в уме есть представление о том, что это будет болезненно. Если вы формулируете расстройство как проблему мышц, возникает пространство для большого количества неэтичных видов лечения. Как ботокс. Который убивает нервные клетки. Женщина не может двигаться. Хирургические операции. Много разных не относящихся к делу видов лечения. И это определение строилось на традиционном понимании взаимодействия между пенисом и вагиной. Но если определение строится как раз на этом аспекте пенетрации в сексуальной активности, как чем-то, что зависит от полового акта. И здесь тогда как раз трудность в сокращении мышц. Тогда мой вопрос к вам. Что, по вашему мнению, является самой частой проблемой, по которой возникают трудности в половом акте между мужчиной и женщиной? Потому что определение строится на половом акте между мужчиной и женщиной. Какова самая частая причина, по которой возникают трудности в половых актах между мужчиной и женщиной? И давайте я вам сразу скажу. Головная боль. Когда вы идете на секс, женщины говорят, «При, я имею секс, я имею в виду». Или, может, в саппорах. Например, когда мужчина предлагает женщине секс, она говорит, «Нет, у меня болит голова». Или, например, любимая серия сериала сейчас идет. Но ни головные боли, ни мыльные оперы не являются сексуальными расстройствами. И поэтому определение нужно строить именно на том, что же именно мешает сексу. И тогда определение заключается в том, что женщина настолько боится, что у нее происходит сокращение мышц. И тогда сокращение мышц — это только результат. И тогда в лечении мы пытаемся избавиться от тревоги, а не от сокращения мышц. И последнее, что стоит отметить, что в DSM 5 издание сексуальные расстройства классифицируются на мужские. мужское расстройство гиперактивности и сексуального желания. Эректильная дисфункция, отложенные экуляции, преждевременные экуляции. Но если вы посмотрите на список женских сексуальных расстройств, есть это объединенное понятие женского расстройства, сексуального интереса и возбуждения. Есть расстройство женского оргазма. И вместо вагинизма теперь есть расстройство генитального... боли гениталий и органов малого таза. В будущем нам нужны критерии для использования этого в работе. у нас есть критерии для определения чистоты распространенности. Мы избавились от таких... в новом издании мы избавились от таких терминов, как короткий сразу слишком много. Но в будущем нам все равно нужны данные исследования, которые бы подтвердили диагностические критерии. и, естественно, нас ждет много дебатов на эту тему. Как вы знаете, наука развивается шаг за шагом. Мы не можем знать всего, но мы думаем, что знаем все. На втором этапе мы не можем знать всего, но мы уже знаем, что мы ничего не знаем. К сожалению, третьего шага нет. Спасибо всем большое. Благодарим за выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.